В Краснодарском крае родители детей инвалидов освободили от транспортного налога. Изменения в закон внесены по инициативе губернатора. Сочинцев, сдающих нелегальное жилье, найдут через интернет. О необходимости ужесточить работу в этом направлении заявил глава города. Букет по всем правилам и безукоризненная сервировка. В Сочи прошел отборочный этап чемпионата WorldSkills. В Сочи завершает тренировки национальная команда по бобслею и скелетону. Это первый в новом сезоне сбор. В Краснодарском крае продолжат наращивать объемы газификации. Речь идет не только о подаче голубого топлива в отдаленные поселки региона, но и о подключении к нему новых инвестиционных проектов. О развитии необходимой инфраструктуры говорили губернатор Кубани Бениамин Кондратьев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Мне принципиально сегодня важно модернизация в определенной части существующей системы газоснабжения региона. В чем именно момент? Конечно, сегодня нехватка инфраструктуры отчасти порождает сдерживание развития территорий, то есть муниципальных образований. И для нас это принципиально важно, потому что газораспределенные станции перегружены. И естественно, те инвестиционные проекты, которые сегодня активно пытаются поселиться в нашем крае, и, естественно, это как развитие муниципальных образований, они могут быть реализованы, потому что просто нехватка ресурса. И здесь газоснабжение для нас является таким флагманским направлением. То, что касается газоснабжения, без сомнения, мы видим сейчас интерес со стороны инвесторов вкладываться в Краснодарский край, создавать новые инфраструктурные крупные объекты. И в соответствии с этими потребностями, конечно, мы уделяем большое внимание строительству магистральных газопроводов. Сегодня уровень газификации Краснодарского края почти что 90%. И самое главное – это понимание того, что мы с вами самым пристальным образом смотрим, как правильно расставить приоритеты на самое ближайшее будущее, на самую ближайшую перспективу. По словам Алексея Миллера, на юго-западе Краснодарского края до конца года дополнительно введут в эксплуатацию 106 километров линейной части газопровода. Кроме этого, на Кубани сейчас согласовывают новую генеральную схему газификации региона. В ней прописан алгоритм подключения всех муниципалитетов края, а также строительство газопроводов к инвестиционным площадкам вплоть до 2030 года. Уровень воды в реках региона начал падать. Однако все оперативные службы Кубани еще находятся в режиме повышенной готовности. Об этом сегодня доложили губернатору края. Вениамин Кондратьев провел селекторное совещание о паводковой ситуации. На видеосвязь с руководителем региона вышли все главы муниципалитетов. Накануне из-за сильных дождей поднялся уровень воды в нескольких районах. В Мостовском ввели режим ЧАЭС. Там в поселке Псибай оказались подтоплены 113 придомовых территорий. Местным властям губернатор распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Под особым контролем сегодня также находятся Лобинский, Успенский, Новокубанский, Кавказский районы и Армавир. Главам этих муниципалитетов Вениамин Кондратьев поручил ежечасно контролировать уровень воды в реках, а также еще раз проверить систему оповещения и подготовить возможные места временного размещения людей. А оперативным службам функционировать в режиме повышенной готовности до спада паводковых вод. На Кубани родители и детей инвалидов освободили от уплаты транспортного налога. Изменения в региональный закон внесены по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Льготу предоставят на один автомобиль в семье мощностью не более 150 лошадиных сил. Получить ее может один из родителей или законный представитель ребенка. Также в программе реабилитации должны быть медицинские показатели для приобретения транспортного средства. Для оформления нужно предоставить в налоговые органы заявления, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, техпаспорт на автомобиль и копию программы реабилитации ребенка. Кубань стала одним из немногих регионов страны, где ввели подобную льготу. В крае на нее могут претендовать около полутора тысяч семей. Самая популярная площадка в Сочи – фан-зона – ежедневно собирает тысячи футбольных болельщиков. Сегодня днем там болели за сборные Колумбии и Японии. Ну а в 21 час фестиваль болельщиков FIFA готов к приему фанатов сборной России, которая сегодня играет с Египтом. Здесь живут футболом. Сочинский фестиваль болельщиков – это то место, где объединились люди разного возраста, разных национальностей, вероисповеданий, имеющие разный цвет кожи. Но здесь все эти люди, живущие на разных материках, болеют за общее – за футбол. Разумеется, в дни проведения конкретных матчей каждый переживает за свою сборную. Но если случится так, что команда не проходит следующий тур, болельщики всегда находят с кем объединиться. Ведь на фестивале болельщиков FIFA всегда радушный, по-сочински теплый прием. На лучшем месте после стадиона Фишт можно не только посмотреть матч у ЧМ по футболу, но и стать активным участником развлекательных мероприятий. 20 июня площадка откроется в 13 часов. Для поклонников настоящего футбола в среду запланированы выступления популярных диджеев, ну и, разумеется, прямая трансляция трех матчей. Во время ЧМ по футболу в Сочи практически вдвое увеличено количество общественного транспорта на так называемых спортивных маршрутах. Власти курорта надеются, что это позволит болельщикам и волонтерам без проблем добираться к стадиону и фан-зонам. Водительский медосмотр для Эльмиры Нафиковой – привычная процедура. За руль пассажирского автобуса она села семь лет назад. Теперь женщина не мыслит свою жизнь без сочинских дорог. В дни проведения ЧМ ее главная задача – перевозить футбольных фанатов к месту матчей. В дни проведения чемпионата статус спортивных маршрутов получили пять городских линий. Плюс к этому болельщиков и волонтеров перевозят шаттлы по трём маршрутам. С1 – аэропорт, сочинский железнодорожный вокзал. С2 – и центр Сочи – Олимпийский парк. С3 – аэропорт, Олимпийский парк. На этих маршрутах мы увеличили количество подвижного состава, что позволило нам сократить графики движения, чтобы и гости, и наши болельщики могли максимально комфортно и быстро добраться либо к фан-зоне, которая здесь у нас в центре Сочи, либо к стадиону Фиш. Интервал движения автобусов, обслуживающих спортивные маршруты, не превышает трёх минут. В Дне Мундиаля большое внимание уделяется и безопасности пассажиров. Ежедневно водители проходят специнструктаж, а машины – скрупулёзный технический осмотр. Одновременно транспортники ведут мониторинг пассажиропотока и ситуации на дорогах. Если на остановках начинают скапливаться люди, увеличивается и количество подвижного состава на линии. В период проведения чемпионата мира в Сочи усилена и работа медиков. Как отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, в низкий сезон количество вызовов скорой помощи составляет порядка 450-500 в день. Во время проведения чемпионата эта цифра увеличилась до полутора тысяч. Но в день победы сборной России над Саудовской Аравией количество вызовов упало в два раза. А это значит, что победы нашей сборной положительно влияют на здоровье граждан. Медицинская команда, работающая на чемпионате мира, осталась с Олимпийских игр, поэтому опыт играет большую роль в проведении таких мероприятий. На данный момент обращений в медицинские учреждения достаточно много, но они все несерьёзные. В основном это незначительные травмы, солнечные ожоги и тепловые удары. Как отмечают городские власти, обращаться могут все, кто нуждается в помощи, при этом даже не нужен медицинский полис. Сочи, в отличие от других городов, принимающих чемпионат, не является столицей региона, поэтому для помощи в организации медицинского обслуживания здесь собрались около 200 специалистов из других городов. Это анестезиологи, реаниматологи, медицинские сёстры, фельдшеры скорой помощи. В дни проведения матчей в Олимпийском парке, в том числе около стадиона, дежурят 22 машины скорой помощи. Медицинские бригады также дежурят на фестивале болельщиков. Ежедневно там находится 7 бригад скорой. Собственники, сдающие в аренду гостям Сочи жильё, должны платить в казну налоги. Об этом ещё раз сегодня напомнил глава Сочи Анатолий Пахомов на планёрном совещании. От своих коллег глава города потребовал усилить контроль за недобросовестными предпринимателями. Их выявляют и напоминают о возможности вести законно предпринимательскую деятельность. Речь идёт о собственниках, которые сдают комнаты в частных гостиницах и мини-отелях. Теперь знаем полную информацию, потому что, первое, полицию они сообщают, и нам можно базами данных обменяться. Полицию оповещают, что мы там людей зарегистрировали. Значит, мы занимаемся приёмом гостей. У самих обходы мы делаем. Все эти базы данных увидели. Их будет не 100, а 1100. Вместе с налоговой инспекцией надо их заставить то, чтобы они приобрели патент. Те, кто сдаёт жильё, обязаны перейти либо на подоходную систему налогообложения, либо приобрести патент. Тогда их деятельность не будет вызывать вопросов. Мониторинговые группы ежедневно выявляют нелегальных предпринимателей, при этом не только инспектируют жилой сектор, но и ищут нарушителей через интернет, где сочинцы размещают объявления о сдаче жилья. Также на планёрном совещании было принято решение о создании горячей линии по вопросам ЖКХ. Все сообщения будут направляться заместителю главы города Алексею Толмачёву. На Кубани получать материнский капитал можно будет в виде электронного сертификата. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте пенсионного фонда, а затем лично обратиться в организацию. Это требуется для предоставления документов личного хранения, например, паспорта, свидетельства о рождении детей. После вынесения положительного решения электронный сертификат автоматически направят в личный кабинет заявителя. Новым способом оформления электронного сертификата на материнский капитал уже воспользовались 150 семей по всей России, в том числе две семьи из Краснодарского края, сообщает пресс-служба Крэйву администрации. Сегодня в учебно-тренинговом центре Сочинского института РУДН прошел отборочный чемпионат вуза по компетенциям флористика и ресторанный бизнес. Мероприятие состоялось в рамках межвузовского чемпионата WorldSkills Russia. Как известно, миссия этого движения – повышение стандартов подготовки кадров и престижа рабочих профессий. Оценивали студентов Сочинского института Российского университета дружбы народов сертифицированные эксперты из Москвы и Казани. Девиз WorldSkills Russia, иными словами, Союза молодых профессионалов – делай мир лучше силой своего мастерства. На чемпионатах участники совершенствуют свои навыки в строительной отрасли, информационных технологиях, творчестве и дизайне, сфере услуг. Сегодня в отборочном этапе студенты Сочинского института РУДН демонстрировали свои навыки в компетенциях флористика и ресторана-сервис. Первые должны были собрать букет и украшения для невесты. Казалось бы, что может быть проще, но и в этой работе никто не отменял технику, функциональность, параметры композиции и работу с цветом. Что у преподавательского состава, что у студентов есть большой потенциал для того, чтобы в дальнейшем представлять нашу страну не только на национальном российском уровне, но и на международном. Я, конечно, буду рекомендовать руководству, чтобы в дальнейшем такую специальность здесь открывали, потому что потенциал у преподавателей есть. В компетенции же ресторан и сервис студентам необходимо было проявить навыки официанта, бармена, сомелье и даже повара. Учитывалось и умение общаться с клиентом. Участники межвузовского чемпионата WorldSkills Russia не только сервировали стол, но и обслуживали гостей, как в настоящем ресторане. У нас очень легкая задача выбрать лучшего из лучших. Компетенция ресторана и сервиса является международной. У нас есть сборная нашей страны. Также победитель может иметь возможность попасть в сборную и в дальнейшем уже представлять страну на международной арене. Преимущество участия в WorldSkills – это и возможность трудоустройства. Кому-то предложения о работе поступают прямо на конкурсе профессионального мастерства. Третий курсник Джон – будущий технолог, но уже работает официантом. Несмотря на это, к межвузовскому чемпионату готовился целых полгода. Расстановка приборов, где все должно стоять параллельно друг к другу – это далеко не единственный нюанс. Я просто хочу быть первым и все. Руден дал мне гигантскую базу. Это даже не база, это фундамент для построения моей дальнейшей жизни. В финале WorldSkills Russia у студентов Сочинского института Руден будет возможность стать лучшими в стране, а уже дома повысить престиж рабочих профессий, что ребята и планируют сделать после завершения образования. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи завершает тренировки национальная команда по бобслею и скелетону. Спортсмены проводят в городе первый в новом сезоне сбор. На одной из тренировок побывала наша съемочная группа. Уже по сложившейся традиции новый сезон российские скелетонисты и бобслейсты начинают в Сочи. На федеральной базе «Югспорт» атлеты тренируются уже почти две недели. Мы с тренерским составом решили, что спортсмены будут более мягче подходить к этому сезону. Я имею в виду, что у нас зимний сезон, он начинается международно гораздо позже. И, естественно, такое, скажем, лайтовые тренировочки. То есть пробежки, стометровочки такие, скажем, в удовольствие. Потому что, ну, действительно, был сезон тяжелый, и ребята немножко отходили от этого. И сейчас вот в таком ритме мы начинаем работу. В начале июня Минспорта России утвердила состав сборной на сезон 2018-2019 годов. В команде остались все лидеры, включая недопущенных МОК до Олимпиады Южной Кореи в прошлом году бобслейста Александра Касьянова и скелетонистов Елену Никитину и Александра Третьякова. Как говорят сами спортсмены, несмотря на тяжелый в эмоциональном плане прошедший сезон, настрой на новый весьма позитивный. Как и всегда, рабочий настрой, боевое настроение. Вот, поэтому сейчас главная, первая цель, задача – выполнить весь тренировочный план, подготовиться. Мы сейчас больше занимаемся ОФФ, физической подготовкой, подготовим связки, мышцы. Сборная сейчас проводит так называемый «втягивающий сбор». После выхода из опуска спортсменам предстоит набрать кондиции, заложить фундамент физической и функциональной подготовки на весь год. Тренироваться в Сочи лучшие бобслейсты страны будут до 30 июня. Скелетонисты уже завершают свои сборы на Черноморском побережье. Впереди – подмосковная Парамонова. Следующие сборы будут находиться на нашей базе в Подмосковье, в Парамонова, в Дмитровском районе. Там будет уже ледовая эстакада, где мы старт отрабатываем. Там уже будет поинтереснее немножко. Ну а уже в октябре команда вновь вернется в Сочи. Здесь, на Сан-Бобслейной трассе, пройдет ежегодный отбор российских спортсменов на Кубок Европы, Интерконтинентальный Кубок и Кубок Мира. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершение информации от партнеров программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностические спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам – крытые открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...